МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь все внимание к Верховной Раде, на рассмотрение которой сегодня выносятся итоги встречи. Подробности в репортаже Евгения Лямина. Встреча президента Украины и участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций длилась 4 часа и закончилась около 11 вечера. На Майдане к этому времени остались самые стойкие. Они ждали лидеров оппозиции с последними новостями. Но к ним так никто и не вышел. Хотя рассказать было о чем. Принято политическое решение об отмене одобренных 16 января этого года законов, вызвавших многочисленные дискуссии. Стороны также договорились о включении в повестку дня вопроса об ответственности правительства. Арсений Яценюк не согласился возглавить правительство Украины. Переговоры будут продолжены. Виталий Кличко на этой встрече также отказался от предложенного ему ранее поста вице-премьера. Кроме того, стороны обсудили совместное участие в конституционной реформе. Жаркие дебаты в администрации президента Украины. Улица, в свою очередь, взяла паузу. Этой ночью в Киеве словно затишье перед важным днем в ожидании еще одной попытки урегулировать политический кризис. В неочередное заседание Верховной Рады. На него здесь, кажется, возлагают большие надежды по обе стороны баррикады. На встрече президента Виктора Януковича и лидеров оппозиции также было принято решение проголосовать Верховной Раде за закон об амнистии для участников протеста. Но важное условие. Амнистия вступит в силу только в случае освобождения всех захваченных зданий и дорог. При этом оппозиционерам еще раз напомнили о недопустимости поддержки радикальных действий. А с баррикад, судя по всему, уходить никто не собирается. Во Львове мастерят вот такое обмундирование для тех, кто на Майдане. И это явно не для мирных уличных акций. Автобусом очередную партию отправили в Киев, где накануне сотрудникам посольств 14 стран из Европы, США и Канады показывали позиции Беркута. Его бойцы рассказывали о том, как выглядит на улицах Киева так называемый мирный протест. Прожигалось здесь. Когда кидали и дымовые здесь, и все эти фейерверки, и коктейли молотого, и практически форма такая у всех сотрудников. Сегодняшний день обещают быть жарким в Верховной Раде, да и на улице тоже. Ведь градус в Киеве уже давно зависит не столько от погоды, сколько от накала политических страстей. Дмитрий Еремезов, Иван Королев и Лариса Никитина. Первый канал.